Толерантность – дорога к миру. Круглый стол по таким названиям собрал представители общественных движений и молодежь. Представители диаспоры рассказали о своих культурных традициях и основных принципах толерантности. Ирина Цепитова продолжит. Круглый стол начался с просмотра презентации «Толерантность. Мы разные, но мы все вместе». Сразу после нее с приветственным словом выступил начальник ФМС России по Нинницкому округу. В нашем округе живут и трудятся представители более 70 национальностей. Создано 32 землячества. Под свое крыло они собрали жителей по территориальным и народным признакам. У нас нет, слава богу, такой напряженности. Тем более, что сегодня выступающие подтвердили это, что у нас нет такой напряженности. И мы, работая с разными национальностями, этого не ощущаем. Наоборот, всегда очень приветливо, всегда очень отзывчиво. Толерантность помогает создавать единый, сильный округ. Люди объединены не только общностью территории, но и чувствуют себя полноправными гражданами, независимо от национальности. Мы сегодня, конечно же, говорим больше о нравственной стороне толерантного отношения. Потому что только человек, который понимает свое место в обществе, принимает свое место в обществе, может быть толерантным и может уважать мнение другого человека. Поэтому, когда мы говорим о толерантности, а что такое толерантность? Это терпимость. То, конечно же, это, прежде всего, уважение прав другого человека. В этом году на базе Центра поддержки молодежных инициатив запланированы еще два больших события, которые относятся к вопросу толерантности. Это ярмарка молодежных общественных организаций, на которых ребята смогут заявить о себе. Ну а второе – форум «Я и моя малая родина. 85 лет НАУ», посвященное юбилею округа.